Привет, друзья! Сегодня у нас с вами самая дешевая катушка Shimano, которая вообще есть на рынке. Она стоит примерно 20 баксов в Украине, может быть даже дешевле быть. Я ее купил еще по какой-то скидке, она была даже дешевле 20 баксов. На некоторых испанских сайтах я ее видел еще дешевле. То есть катушка воистину копеечная. Вместе с тем, это Shimano. Это значит, что точность производства достаточно высокая и качество материалов. Но в данной катушке достаточно мало подшипников. Это можно исправить. Но даже в таком состоянии, без какого-либо тюнинга, она превосходит все известные мне китайские катушки в этой цене. И по многим показателям, например, по качеству укладки, она превосходит более дорогие народные катушки Любе. Например, ту же Ecosimo по качеству укладки. Вот посмотрите. Сейчас здесь намотан шнур, я уже не помню какой это. Ну, в общем, это какой-то флагмановский шнур. Sherman Pro называется восьмижильный. И скажу сразу, изначально он мне очень сильно не понравился. Достался он мне в каком-то там подарочном наборе. Но он достаточно не скользкий. То есть плетение довольно грубое. Но ввести с тем, он очень жесткий. И хорошо держит абразив. То есть, как фидерный шнур, он весьма и весьма неплох. Как спиннинговый, но такое. Вернемся к катушке. Посмотрим на укладку. Как часто вы встречали, чтобы вот так вот мотали катушки Любе. Ecosimo те же. Вот видим профиль укладки. Ну, да, она самую малость вот чуть-чуточку не доматывает по нижнему бортику. Можно чуть-чуть ее приподнять, подложив какую-то рельгурную ручную шайбу. Ну, считаю, что делать этого не нужно. И в таком состоянии, в котором она есть сейчас, она мотает прекрасно. Никаких проблем из-за именно такого профиля укладки не будет. При этом, такой профиль укладки удалось добиться не при намотке. Мокрой намотке под натяжечку равномерно, идеальной. В комнатных условиях, кабинетных, так сказать. А она уже была на рыбалке. И вот именно так она мотала при ловле на фидер. Я использовал ее, ну, ставил на пикер. Но, скорее всего, она перейдет у меня на медиум до 70-80 грамм. Где-то там будет. Так как механизм достаточно надежный. И хватит ее точно очень-очень даже надолго. Конечно же, ее можно рассматривать и как спиннинговую катушку. И выпускается она помимо 4000 размера, также в размере 2500 и кажется 1000. Данная катушка имеет, в общем, такую у нас фирменную шимановскую шпуль со скушенным бортиком, которая позволяет избежать многих проблем с сбросами петель, катушками. Особенно придется по укусу это новичкам, лишит вас очень многих проблем. Ну и, в конце концов, это шимана. Это значит, что она изготовлена на заводах с хорошим контролем качества. Высокой точностью производства и довольно качественные материалы корпуса. Несмотря на свою небольшую цену. Но, вместе с тем, здесь достаточно мало подшипников. Перед тем, как я скажу, сколько ее здесь, просто посмотрите, как она крутится в своем стоковом состоянии. В таком состоянии, в котором она идет с коробки. Позже мы ее немножко тюнингуем. Еще раз. И знаете, сколько здесь подшипников? Один. Здесь один подшипник. Вот так эта катушка крутится с одним подшипником. Китайские катушки с тремя-четырьмя подшипниками так не крутятся, как эта. Я был, если честно, удивлен вот этому легкому ходу. Но чуть попозже мы поменяем здесь стулочки на подшипники. Нам понадобится два шара размерами 7х13х4 мм. Такого же размера шары нужны и для других типов размеров. Они идентичны. Если кому интересно, сделана она в Малайзии. Имеет очень жесткий корпус. Здесь классный ротор с очень толстыми такими плечами, которые просто практически невозможно руками согнуть. Что дает определенный плюсик к мощности данной катушки, ну и в общем к качеству укладки тоже. А в ролике лесоукладывателя здесь, к сожалению, подшипника нет. И по своей сути, по механизму, данная катушка это Shimano Nexave FB поколение или же, может быть немного XHFB, но без некоторых подшипников. В ролике лесоукладывателя, повторюсь, подшипника нет. Там стоит втулка. Можно ли заменить ее на подшипники? В принципе можно, заменив весь узел, но он стоит примерно столько же, как эта катушка. Но не спешите расстраиваться. Крутится этот ролик на втулке, причем на одной примитивнейшей втулке. Вот. Ну не уверен, что на камеру будет видно, но крутится он гораздо лучше, чем китайские катушки на подшипниках. Гораздо более дорогие китайские катушки на подшипниках. Вот здесь вот ролики. Ну а теперь к нашей катушке. Первое. Это то, что интересует фидеристов. Длина фрикциона спиннингистам это не очень интересно, но мы ее померяем. Вот. Полностью расслаблена шпуль и меряем. Пол оборота. Оборот. Полтора. Два. Два с половиной. Три. Три с половиной. Четыре. Вот. Четыре оборота длина фрикциона. Ну а теперь разберем, посмотрим, что внутри. Что можем тюнингуем. Померяем главную пару. Некоторые части механизма, другие. Но и скажу свое заключительное слово кое-какое по ней. Ах да, перед этим забыл. Здесь люфтов. Ну естественно в роторе никакого люфта. Вот здесь ничего нигде никак не болтается. Ручка здесь, к сожалению, ну ввиду ее цены, она не вкручивающаяся. И здесь нет торцевых зубьев, поэтому в ней есть небольшой люфтик. И это также можно поправить. То есть, сейчас покажу сам люфт именно вот этого четырехгранника, который вставляется. То есть вот он в неподжатом состоянии. Он достаточно большой, но это исправляется с помощью подкладывания туда вкладышей из фольги, например. В зажатом состоянии. Ну его как бы почти нет, но мы можем его сделать еще поменьше. А кноп разборной мы его сможем обслужить, если что перемазать. Длина ручки по осям 58 миллиметров. Диаметр спули 51 миллиметр. Ну скорее 50 даже, да вот. 50 миллиметров в четырехтысячном типоразмере. Может быть 50 с половиной. Мой штангенциркуль чуточку-чуточку минусит где-то на 0,5 миллиметров. А теперь разбираем, смотрим, что внутри и тюнигуем. Сняли нашу с вами шпуль. Сняли гайку. Вот здесь мы можем... Так, дальше вытащили стопорную скобу нашу. Смотрим, что у нас с фрикционом. С чего он состоит. Что, где и как, как говорится. Так, как мы видим, фрикционный пакет состоит из трех алюминиевых шайб и трехфетровых. Все прекрасно, отлично смазано шимановской смазкой. Здесь у нас идет трещоточка. Достаточно примитивная конструкция. Шпуль тоже. Клипса. Такая с закругленными краями. Достаточно примитивная. Но никаких проблем с ее работой никогда ни у кого не возникало. Во всяком случае, я бы таких случаев не слышал. Ни отстрелов, ни перетираний, ничего с ней, скорее всего, у вас не случится. Ну и дальше на штоке стоит шайба вот такая вот, по которой и крутится сама шпуль. Во время работы фрикциона сначала она, скорее всего, тефлоновая или что-то на то похожее. Дальше. Сама трещоточка. Вот эта вот, об которой отрется ленточная прожинка и при трении возникает треск фрикциона. Ну и втулка побольше тоже с такого материала, чем-то похожего на тефлон на ощупь. Он такой очень скользкий. Сама гайка. Как мы видим, она не из желтого сплава, как это обычно бывает. Стопорный винтик, который мы откручиваем, снимаем ротор и сейчас сразу же покажу, что в ролике ли с укладывателем. Так, берем ключик на 12, надеваем. Можно этой стороной, не принципиально. И сняли наш ротор. Пока что посмотрим, что где и как в нем. Первое, что нас будет интересовать, это как реализована механизм сброса дужки. Вот сам гусачок выходит. И, кстати, пока не забыл, здесь есть возможность установки подтормаживателя ротора. А что такое подтормаживатель ротора? Подтормаживатель ротора – это некоторая такая штуковина, которая, как несложно догадаться, подтормаживает ротор, но в определенном положении. Когда дужка откинута, и вот здесь вот, во время заброса может произойти так, что вот дужка откинута, и раз, он может прокрутиться во время очень сильного, очень хлесткого заброса, и дужка сбросится. У меня такого не случалось, пробовал специально, не получилось. Но теоретически такое возможно, и от такого спасает именно данный механизм. А как он здесь реализован? Точнее, предусмотрена возможность его установки, но его здесь нет, так как катушка максимально раздета, она идет очень удешевлена максимально. Из чего можно его изготовить? Не думаю, что нужно, но в принципе можно. То есть, он устанавливается вот сюда, можно подобрать в каком-нибудь магазине товары для дома или сантехническом некое такое кольцо уплотнительное из резины. С внутренним диаметром где-то 32-33 миллиметра. Ну, выглядит оно примерно вот так, но естественно с меньшим диаметром. То есть, оно одевается вот сюда. Для того, чтобы его подобрать, нужно будет что-то купить, попробовать, то что не получится выбросить, ну и в общем что-то подобрать. Повторюсь, это совершенно не обязательно, не считаю необходимым такую модификацию, но ее возможности есть. И когда вот здесь будет такое колечко, ротор в откинутом положении дужки, вот этот кусочек выходит и немножко прижимается к данному кольцу. И таким образом притормаживается, то есть, при забросе он вот так вот будет, ну достаточно туго прокручивается, естественно, вот именно удара со сбросом вот такого не произойдет, после чего леска может захлестнуться и, естественно, отстрелиться. Дальше откручиваем саму ручку. Вот здесь такая втулочка на винте. Вот здесь сама ручка. Как мы видим, торцевых зубьев здесь никаких нету, поэтому она имеет достаточно большой с коробки такой вот паразитный люфт. Сразу расскажу о том, как его можно убрать или уменьшить. Уменьшается он при помощи совершенно обычной фольги. Лучше всего, если у вас будет какая-то медная или латунная, более толстая фольга, чем кухонная алюминиевая, как у меня сейчас. Но можно и с помощью ее. Как это происходит? То есть мы сначала, скажем так, обматываем данный четырехгранник фольгой. Вот здесь вот на конце его немножко загибаем. Сюда в резьбу. Потом, когда просунем его насквозь, мы уже уберем все лишнее с той стороны. Чтобы все это дело прилегало достаточно плотно. Но лучше всего, если будет фольга немножко потолще, изменить латуни или латуни, как я уже говорил. Сделать такой вкладыш. Он может просто ложиться такой буквы как Г, как бы быть с одним углом посередине. Просто переломом. Домик такой. Сюда вкладывается и засовывается в наш вал. В отверстие в валу главной шестерни. Но у меня только такая есть фольга под рукой. Сюда капаем немножко масла. И пытаемся засунуть, вставить. Возможно, у меня это с первого раза не получится. Нужно будет подобрать толщину. Ну, принцип действия примерно такой. К сожалению, она у меня сползла. Но часть ее попала внутрь. И вот люфт, как мы видим, уменьшился. Ну, то есть, делается это примерно вот таким макаром. Повторюсь, лучше, если это будет более толстая фольга. Не кухонная, алюминиевая. Дальше, кноп. Кноп очень удобный, но, как мне показалось, он вот эти вот сделать. Может быть, здесь нужно будет какие-то насечки, если ловить, особенно фидером в темпе. Опять-таки, это совершенно не обязательно, но возможные улучшения. То есть, можно здесь, например, выжигателем или паяльником пропаять, сделать такие насечки или сделать ножом надрезы. Вот как-то он скользковат в этом месте, посередине как раз, как по мне. Ну, можно и не делать. Может, я уже придираюсь, потому как привык к таким более резиновым липким кнопам, которые просто прилипают к пальцам. А вот здесь, там, где есть вот такие вот тиснения в виде кружочков, здесь все хорошо. А кноп у нас откручивается, мы его можем обслужить. То есть, выкручиваем винтики. Есть такое, да? Берем отвертку побольше. Выкручиваем еще один винт. Вот он. Достаем и смотрим, что здесь есть. Здесь нет никаких втулок. Кноп крутится именно на самой оси. Но, вместе с тем, у нас есть возможность его обслужить в случае чего. То есть, со временем сюда может попасть какой-то песочек, какая-то грязь, смазка подсохнуть. Мы можем эту смазку промыть и заменить на другую, что есть очень хорошо. Большинство же катушек, особенно в данной цене, они не имеют кнопок, который раскручивается и в который можно что-то полезть, чего-то доставить или раскрутить, ну или хотя бы обслужить, как здесь. Так, убираем дальше, поочередно выкручиваем все винты. Сначала отсюда, сверху, для того, чтобы достать нашу ведомую шестернюю обгонную муфту. Посмотреть, что же там. Ну и, естественно, вот эти винты на корпусе, для того, чтобы открыть крышку редуктора. Вот отсюда. И посмотреть, что, какая у нас, каких размеров у нас ведущая шестерня, самое главное, заменить втулки на валу этой шестерни на подшипники. Так, выкрутили, и теперь уже можем разобрать нашу катушенцию. Вот. Снимаем, вытаскиваем, да. Вот здесь мы видим втулку, которую мы просто выбрасываем, и на ее место ставим, что? Правильно, подшипничек. Размеры подшипников, как я уже говорил, 7 на 13 на 4 миллиметра. Капельку масла. Вот, становятся очень жестко. Очень хорошо подогнаны посадочные места под подшипники. Дальше мы видим саму ведущую шестерню главной пары, диаметр которой 34 миллиметра. Напомню, в 4000 размере, что есть очень и очень хорошо. Чем больше главная пара, тем, в общем-то, катушка мощнее тяговая. В принципе, мы можем достать нашу ведущую шестерню уже сейчас именно вот так вот. Но будет в конце один небольшой нюансик, о котором я расскажу. Так, убираем втулку, ее уже выбрасываем, и меняем ее на второй подшипничек. Капельку масла, вторую. Так, есть, сделали. Вот подшипник сидит в своем посадочном месте. И на этом этапе мы можем, в принципе, закончить и уже собрать катушку. Свел определенные зубы в определенном положении вот этой шестерни паразитной и шестерни ее приводы. Привода вот этой лунообразной. Как это делается, чуточку попозже покажу. Здесь есть метки, нанесенные производителем. Ничего сложного в этом нет. Но перед этим мы еще посмотрим просто ради интереса, что находится вот здесь у нас на... Именно на пиньоне, на ведомой шестерне, на желтенькой. Выкрутили, да? И обгонная муфта. Наша на шесть роликов. Вот она. Так она выглядит изнутри. Очень массивные такие классные ролики. На современных катушках это, в общем-то, достаточно древнее. Они уже поменьше делаются. И что интересно, здесь подпружинены они металлическими пружинками, что есть очень даже классно и интересно. Смотрим, что же у нас здесь. Здесь у нас сам сердечник, он же зеркало обгонки. Сама ведомая шестерня. Хвостовик, который опирается на корпус. Ну, для дальдонцины это обычно. В более дорогих катушках здесь может стоять подшипник. То есть хвостовичок, вот этот, входить в некое посадочное место в корпусе, в котором уже установлены подшипники или втулка. Здесь такого нет. И мы видим один единственный штатный подшипник, который идет здесь в стоковом положении с коробки. Данный подшипник имеет маркировку S687Z. И имеет он размера 7 на 14 на 5 миллиметров. Шток я вытащил вот таким вот образом. Но нам нужно будет открутить еще вот этот винтик. Пока что смазано все, естественно, прекрасно здесь. Великолепно, я бы даже сказал. Смазано правильными смазками. Здесь жидкой, обгонка жидкой. Шестерня густой. Вот. И мы видим вот эту вот необычную форму, нашу паразитную шестерню, которая вращается на своем посадочном месте в корпусе. Вот. И нам нужно будет собрать катушку сопоставив, как мы видим, здесь на паразитке есть три стрелочки. И вот одна из которых находится напротив так называемого пина или же кулачка паразитки, который ходит по каретке кулисы. Вот здесь вот, поясообразный, для правильной работы катушки, для того, чтобы зубья сами себя не съедали, так как вот эта шестерня имеет эллиптическую форму, а вот эта такую близкую к квадрату, да. И что мы делаем? Выводим кулачок паразитки в это положение, вот так вот. И сводим, просто-напросто вставляем. И вот таким вот образом сводим, чтобы стрелочки смотрели на кулачок стрелочка. Если вы сведете неправильно, начнете крутить, вы поймете, что он работает неправильно, главное не усердствовать. То есть, закрутили, легонечко прокрутили, смотрим, что крутится все идеально, значит хорошо. Если какие-то такие притормаживания есть, чувствуется руками, что механизм работает не так, открутили, переставили. Дальше вкладываем сюда нашу каретку, вставляем шток, берем наш винтик, тоже вставляем его. Так, закрутили его, дальше берем нашу ведомую шестерину вместе с подшипничком, одеваем сюда. Здесь все равно, каким именно образом будут сведены зубья, ведущие ведомой шестерин. Вот, вставили до упора, да, подшипничек вошел вот сюда, в свое посадочное место. Наверное, я покажу, как собирать, вдруг захотите сами все это дело провести. Дальше берем нашу обгонную муфту, смотрим, здесь вот есть специальное место, вырез такой, под работу вот флажка нашего, туда-сюда, да, стопора переключателя обратного хода. Вот, именно этой частью мы ставим ее вниз. Вот, поставили. И закручиваем наши болтики. Есть, готово, да? Дальше можем собирать сам корпус, то есть одеваем крышку-лапку, закручиваем наши болты, естественно, а точнее саморезы. Далее одеваем ротор. Затягиваем данную гаечку нашу, стопорный болтик, винтик. Так, ну и осталось вернуть обратно. Вот, а теперь смотрим. Ну, ввиду того, что катушка стала вращаться гораздо быстрее, и на подшипниках она стала еще более шумной. То есть она еще изначально была не тихой. Да, слышим вот эти щелчки. Это абсолютно нормально, так работает кулисный механизм. Это в крайних пиковых положениях, вот тот кулачок, который мы ставили в определенное положение, он, в общем-то, бьется по краям каретки. Это нормально для кулисных катушек. Вот этих стуков, щелчков, вот этого бояться не нужно. Вот, и мы получили На выходе катушку просто с нереально легким ходом, с очень хорошим накатом, за копейки. Я сюда поставил два подшипника, по 3 доллара. Это самые дешевые японские подшипники, которые есть в Украине. Советую поставить сюда хотя бы такие, если уж собирались фюнинговать. Если даже нет, то повторюсь, данная катушка в этой цене по качеству хода, по легкости хода, по укладке опережает всех известных мне конкурентов в данном ценовом сегменте. Ну и последнее, что я забыл показать, это то, что находится в ролике. Сейчас открутим и покажу втулочку, которая там есть. Здесь у нас есть такая себе шайбочка металлическая, выпуклая такая вот немножко. С одной стороны плоская, с другой выпуклая. Вот здесь она лежит, сам ролик. И внутри ролика такая втулка. Вот, имеет она следующий профиль, то есть она с фланцем. И, скорее всего, вы подумали, ага, есть же такие подшипники с фланцами. Но нет, скажу я вам, именно по размеру подшипников я в природе не нашел, которые бы были идентифицированы. Теоретически, на место этой втулки можно было бы впихнуть подшипник 4х9х4 или 4х9х3 и вместо этого фланца поставить такого же размера шайбу и добиться более легкого кручения. Но, на самом деле, вот здесь вот, эта шайба имеет, точнее втулка, она имеет размер немножко больше 9х и подшипник с внешним диаметром 9 мм, он там немного так стоит, люфтит. И это не есть хорошо, не советую этого делать. Даже в таком положении, как я показывал изначально, эта втулочка вращается прекрасно. Если вдруг не вращается, что мы делаем? Открываем, смотрим, достаточно ли она смазана здесь маслом, да? То есть, скорее всего, мы его достанем, именно она будет в вот таком вот положении. Смотрим на вот эту вот часть, на ось, на которую она вращается. Если она не смазана, мы берем просто, капаем туда капелечку масла. Опа! Есть, да? Так, прокручиваем, промазываем, снова одеваем, ставим сюда свое нормальное посадочное место и затягиваем наш винтик. Так, все закрутили, затянули и на выходе получили прекрасную катушку с очень высокими показателями качества за низкую цену. Конечно, есть здесь свои издержки, но уж поверьте, преимущество перекрывает вот эту вот шатающуюся ручку, которая может не быть в китайских катушках за эту цену. И прослужит она вам точно очень-очень долго. На этом все, и не забываем подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok